наблюдение это первый шаг на пути к овладению дыханием прежде всего необходимо познакомиться со своим собственным дыханием как происходит вдох и выдох легко ли вам дышится насколько тихим или шумным является ваше дыхание осознание дыхания является первым шагом к осознанию не только дыхание но и всего себя поэтому с этого начинается и обучение медитации само наблюдение за дыханием способствует успокоению и гармонизации дыхания углубляет и замедляет его поэтому некоторые практики дыхания ограничивать свою тренировку простым наблюдением за дыханием для наблюдения за дыханием можно лечь или сесть если вы наблюдаете сидя то лучше сидеть выровняв тело чтобы дышалось свободно и не было ненужных напряжений или сдавленности тел сначала полностью выдохните воздух затем начните вдыхать при этом вы просто наблюдаете не вмешиваясь в процесс дыхания даже если вы обнаружить какие-то странности или неровности во время вдоха или выдоха ничего не меняя и ничего не корректируя вы просто наблюдаете как происходит ваш вдох и выдох вы можете обратить внимание на то как быстро вы вдыхаете и выдыхаете какая часть тела участвует дыхание грудь или живот или оба вместе вы можете прислушаться к дыханию и обнаружить насколько шумно вы вдыхаете и выдыхаете или это происходит тихо бесшумно вы можете почувствовать достаточно ли воздуха вы вдыхаете нет ли чувства воздушного голода вы можете ощутить если стесненность в легких при вдохе или затруднение при выдохе вы можете увидеть насколько поверхностно или глубоко вы дышите вы можете также обнаружить естественные паузы между вдохом и выдохом если только вы не дышите слишком часто если вы практикуете наблюдение за дыханием регулярно то можете обнаружить также как оно меняется в зависимости от вашего самочувствия настроение эмоционального состояния или даже от определенных мыслей наблюдение постепенно становится привычным и почти непрерывным как бы становясь второй натурой и тогда вы можете замечать как меняется ваше дыхание присутствие различных людей или в различных обстоятельствах как она реагирует на погоду на нагрузку на внимание в том числе со стороны а а также на уродство например или красоту постепенно может прийти понимание почему будда говорил что главное отличие просветленного человека от обычного это то что он осознает каждый свой вдох и каждый свой выдох ведь вдох показывает как мы воспринимаем события а выдох как мы реагируем на него при этом событие могут быть как воспринимаемые внешние ощущения так и собственные чувства и мысли но возвращаясь к теме дыхания наблюдение за своим дыханием дает мне только обратную связь о нашем состоянии духа и тела но и элементарно показывает в каком состоянии находится само дыхание и уже исходя из этого мы можем понять все ли в порядке с нашим дыханием или требуется срочная помощь наблюдайте за дыханием сначала хотя бы полминуты этого достаточно чтобы увидеть если проблемы с дыханием а за две минуты возможно сможете глубже осознать свое состояние в целом не зная своего дыхания сложно выбрать подходящий метод для практики поэтому я рекомендую начать с наблюдения за своим дыханием в качестве первого шага к овладению дыханием но вполне вероятно что кто-то из вас откроет в этом для себя и дверь контакту собственной душой и дальше к тайнам медитации подписывайтесь на наш канал чтобы быть в курсе всех видео о дыхании и многом другом если вы хотите найти единомышленников и место для общения и обмена опытом применения дыхания вступайте в группу дыхательная аптека на телеграмм ссылка в описании к видео